Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала Хабар 24. В студии работает Салтанат Тугельбаева. Сегодня в стране проходят выборы в Сенат. В бюллетенях представлены 46 кандидатов. Они претендуют на 17 мест в Верхней Палате парламента. Выборы проходят в условиях карантина, но, как заверили в Центральной избирательной комиссии, соблюдены все меры санитарной безопасности. Участки для голосования уже открыты и принимают первых избирателей. На одном из столичных с утра дежурит наша съемочная группа. Сейчас на прямой связи Иван Тулинов. Добрый день! Ваня, как проходит голосование? Да, Салтанат, приветствую вас. Мы находимся на столичном избирательном участке. Он располагается в столичном дворце независимости. Избирательный участок на столицу один, так как происходит косвенное голосование за депутатов Сената. И большого числа избирательных участков не требуется, так как в голосовании участвуют именно выборщики, депутаты Маслихата. Я отмечу, что процедура голосования уже завершена. Также озвучены уже предварительные результаты выборов депутатов Сената. Я напомню, что от столицы кандидатами выступали три человека. Это Ахалбек Куришбаев. Он был выдвинут кандидатом от Маслихата. Он является членом партии Нур-Отан. Также членом партии Ауэл является Миромбай Уралов. Он являлся самовыдвиженцем. И еще один самовыдвиженец был Молин Самамбетов. Так вот, согласно предварительным результатам, объявленным во время подсчета голосов и объявленной столичной центральной избирательной комиссии победил Ахалбек Куришбаев на столичном участке. Также, если обратиться к информации центральной избирательной комиссии, она публикуется в интерактивном режиме в формате онлайн на сайте ЦИК, то можно сказать, что, скорее всего, избирательная кампания по всему Казахстану прошла. И уже можно на сайте ЦИК ознакомиться с предварительными результатами голосования. После того, как была проведена процедура голосования, мы послушали заявление главы миссии Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рашада Мамадова. Они являлись наблюдателями, они следили за ходом проведения выборов. Они отметили, что во время пандемии они были из-за ограничительных мер от Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Азербайджана наблюдатели участвовали с помощью, с кооперированным путем здесь, в столице, и наблюдатели были представлены, как правило, в столице. Ну и по словам главы миссии ССТГ, выборы прошли в открытом формате, транспарентно и с соблюдением всех необходимых мер. С Алтенатом у меня пока вся информация. Спасибо большое. На прямой связи со студией был Иван Тулинов. В Шемкенте явка выборщиков на избирательном участке составила чуть больше 96%. Один депутат не смог участвовать в голосовании по состоянию здоровья. Кандидатов от Шемкента было трое. Это учитель, активист и бывший депутат. Свою предвыборную кампанию из-за карантина им пришлось презентовать онлайн. По данным избирательной комиссии, нарушений во время голосования не зарегистрировано. Наблюдатели также дали хорошую оценку за то, как были организованы и проведены выборы. За ходом голосования они следили через мониторы. А для голосующих было обязательное соблюдение масочного режима и дистанции. К данному часу избирком уже приступил к обработке бюллетеней. По городу Шемкент у нас явка составила 96,1%. То есть из 26 выборщиков на выборы пришли 25 депутатов. По итогам голосования будет комиссией произведен подсчет голосов. После подсчета голосов председателем избирательной комиссии будет объявлен итог голосования. В выборной гонке от Актюбинской области участвуют всего два кандидата. Наш корреспондент в регионе готов рассказать, как проходит голосование. Наталья Салькова на прямой связи со студией. Наталья, вам слово. Здравствуйте, Салтанат. Региональные депутаты приступили к голосованию в 10 утра по местному времени. Стоит отметить, что в Актюбинской области 186 депутатов. По разным причинам пятеро из них не смогли участвовать в выборах. Все остальные присутствуют в регионе и намерены воспользоваться своим правом выбрать представителя. Актюбинская область в Верхнюю палату парламента республики. О проведении выборов нам расскажет председатель областной избирательной комиссии Гульнара Кунбаева. Гульнара Наславовна, скажите, пожалуйста, что касается явки избирателей. Насколько они были активными? Мы должны сказать, что эти выборы проходят в несколько других условиях, чем проводили мы, скажем, 3 года назад. Из 186 выборщиков, депутатов областного, городского и районных маслехатов, сегодня к нам приехали 179. К сожалению, 7 человек в связи с болезнью, в связи с тем, что эти люди находятся на больничных койках, они приехать не смогли. В ходе подготовки мы решили рекомендации Центральной избирательной комиссии и главного санитарного врача Республики Казахстан, которые подписали совместное постановление и практически описали все действия избирательных комиссий регионов. Значит, выборщиков просили мы, чтобы мы везде соблюдали социальную дистанцию при получении бюллетени, при подходе к урне, при регистрации, электронной регистрации. В этот раз, например, кабины мы сделали по этой же рекомендации без входной шторки, для того, чтобы любой выборщик не прикасался ни к чему. Заранее были розданы ручки, для того, чтобы не те ручки, которыми пользуются все входящие в эту кабину, а каждый был со своей одноразовой ручкой. То есть вот такие вот мелкие требования, чтобы все были в масках. Спасибо большое. Стоит отметить, что на избирательных участках сегодня действительно постарались соблюдать все санитарные нормы. В помещении проводилась уборка с применением дезинфицирующих средств. Что касается непосредственно выборов, отметим, что в Октябрьской области изначально заявки подали шесть кандидатов. Один из них позже отказался от участия в выборах. У троих кандидатов были не все необходимые для регистрации документы. В итоге депутаты выбирали из двух кандидатов. Результаты выборов будут известны буквально в течение часа. А у меня на этом все. Студия. Спасибо большое. Это была Наталья Салькова. К событиям в мире. Кандидатом в вице-президенты США от демократов станет сенатор Камала Харрис. Об этом объявил в своем твиттере претендент на пост президента Джо Байден. При этом Харрис является первой темнокожей женщиной, которая претендует на высший пост США. Байден также поделился, что решение в ее пользу было принято после секретной процедуры отбора. Помощники компании, даже друзья, не знали о планах политик, отмечает канал CNN. Байден и Харрис станут официальными кандидатами на съезде демократической партии, который состоится на следующей неделе в режиме онлайн. ВОЗ пока не может оценить действенность российской вакцины от коронавируса. Такое заявление сделали в Панамериканской организации здравоохранения. Заместитель директора регионального отделения ПАОС Джарбас Барбоса сообщил, что сейчас представители ВОЗ ведут переговоры с российскими регулирующими органами и ожидают получить больше информации о новой вакцине. Кроме того, препарат должен пройти предварительную квалификацию ВОЗ. Только после этого во Всемирной организации здравоохранения смогут дать ей оценку. Отмечу, ранее президент России Владимир Путин объявил, что в стране зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Мы получили новости из России. Они произвели вакцину. Однако любой производитель препарата должен пройти клиническое испытание в три этапа. Это стандартизированный протокол во всем мире. Без выполнения этих этапов производство вакцин или лекарств невозможно. Только после завершения клинических испытаний производитель должен подать прошение о лицензировании в своей стране и в странах, где они намереваются продавать вакцину. В Сомали сотни людей были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения. От стихийного бедствия пострадали больше 23 тысяч человек, сообщают местные власти. Людям приходится жить во временных лагерях и убежищах, сделанных из тряпок, картона и пластиковых пакетов. Ситуация ухудшается тем, что жители, которые и так страдают от голода и разрухи, могут заразиться коронавирусом. Отмечу, наводнения вызвали проливные дожди, реки вышли из берегов, большая вода повредила дома и посевы. По данным агентства ООН по делам беженцев, пострадали больше 150 тысяч людей. К новостям в нашей стране. В Костанайской области женщина занималась изготовлением суррогатного алкоголя прямо у себя дома. Подпольный цех обнаружили представители Департамента экономических расследований. Во время осмотра дома нашли спиртосодержащую жидкость и оборудование для разлива продукции. В итоге суррогат конфисковали, а женщину суд приговорил к штрафу. Октюбинские полицейские стали чаще применять в работе скайпы и мобильные приложения. Теперь автоинспекторы через каждый час выходят на видеосвязь с дежурным отделением. Интенсивность движения машин, препятствия на дорогах, погодные условия. Они в реальном времени докладывают обо всем, что происходит на веренном им участке. Это нужно для адекватной оценки ситуации и оперативного принятия решений, говорят в руководстве местной полицейской службы. Большую пользу нововведения приносит и в деле профилактики правонарушений и ДТП. Скайп-систему на свои телефоны уже установили больше ста сотрудников оперативных подразделений. В ближайшее время для снижения аварийности полицейские намерены оснастить зебры на загородных трассах специальной подсветкой. Лазерно-голографическая проекция уже появилась на одном из пешеходных переходов на автостраде Самара-Шимкент. Мы уже оценили эффект от использования скайпа. Особенно это помогает оперативно передавать данные при дорожно-транспортных происшествиях. Благодаря активному использованию новых технологий мы в онлайн-режиме владеем всей ситуацией на дорогах. Даже знаем, что происходит на дальних участках за 400-500 километров от города. В Павлодарской области благополучно завершилась история с пропажей сестер. Девочек нашли сегодня глубокой ночью. Но где именно они были и что с ними произошло, пока не сообщается. Инцидент произошел в поселке Гресс, который расположен близ города Аксу. На поиски сестер, а это ученицы 3-го и 6-го классов, были брошены все силы. Кроме правоохранительных органов к розыску подключились учителя местной школы и волонтеры. В полночь дополнительная группа добровольцев прибыла из Аксу и Павлодара. Позже сотрудники полиции нашли детей и доставили их в опорный пункт. По данным волонтеров, девочки чувствуют себя хорошо, их здоровью ничего не угрожает. Была единственная информация, что девочек видели на энергетиков 5. Следовательно, этот район мы начали отрабатывать. Были на реке, проверяли дворы, опрашивали попадающихся людей, хотя их практически не было. Были только те, кто искал девочек. Дети найдены, находились неподалеку, нашли их во дворе сотрудники полиции. По соседству с болотом жители села Куэнде уже почти 10 лет живут в окружении зеленой воды и горы мусора. Они не только пытались решить проблему самостоятельно, но и неоднократно обращались в Акимат. В ситуации разбиралась Вероника Боярова. Такая картина всего в 20 километрах от столицы. Строить свои дома вокруг болота жители начали почти 10 лет назад. Все эти годы они пытались засыпать водоем, но топкое место по-прежнему представляет опасность для больше пяти семей. Конечно, переживаешь, но приходится оставлять детей идти на работу. Ведь надо их кормить. Иногда соседи присмотрят, а если нет, то оставляешь кого-то за старшего. У меня пятеро. И у моих соседей еще десять. Дети играют практически у кромки воды. Больше, по словам местных жителей, негде. Неподалеку от этой местности есть еще один водоем. Пару дней назад там утонули два ребенка. Если сейчас вода в нескольких метрах от жилого дома, то раньше она доходила прямо до того места, где я сейчас нахожусь. Чтобы хоть как-то обезопасить себя и родных от болота, жители стали свозить сюда строительный мусор. Потребовалось почти 20 камазов с импровизированной насыпью. Своими силами местные жители организовали и проезд. Но дорога проседает, и насыпь нужно обновлять. Ежегодно такие несложные манипуляции обходятся им почти в полмиллиона тенге. Если хорошо сделать, тогда надо хорошие деньги вкладывать. А так, сами видите, здесь население такое среднее. Тоже не все, каждый сможет вот эту всю дорогу сделать и так далее. По словам жителей, местные администрации обещали решить проблему в начале июня. С апреля месяца я с ним контакт держу. Вот по сегодняшний день никакого результата не вижу. И вот сейчас данный момент видите, сейчас состояние в каком дышать невозможно. Болото здесь с самого основания поселка. Глава округа унаследовал проблему вместе с должностью всего два года назад. В результате роста этого поселка в более 20-ти кратном размере вырос поселок. Вот эти места, которые не должны были предоставляться для целей ИЖС, так как вы видели, это болотистые места, непригодные для жилья. Ну, каким-то образом они в 12-м, в 11-м годах были предоставлены. Проблему пытались решить. Засыпали воду песком, но средств не хватает. Весной мы там откачивали воду, направляли воду, жители сами видели. Ставили пожарную машину, которая откачивала эту воду в направлении Арыка, то есть отводила. То есть весной там уровень воды был еще больше. Техника докуда могла дойти до этой воды, то есть дальше она не могла уже проехать из-за того, что грязь, вязь. Там единственный вариант сейчас – это отсыпать данное болото грунтом. По его словам, нужны несколько тысяч кубометров грунта. А вот когда этот материал привезут – неизвестно. В Акимате ждут результатов конкурса госзакупок. Ориентировочно их озвучат в конце месяца. К слову, предыдущие три конкурса не состоялись. Теперь остается только ждать решения областной администрации. А в создании свалки и, соответственно, в появлении неприятного запаха есть и заслуга самих жителей Куэнде, говорит местный Аким. Некоторые жители не изъявляют желание заключить договор. Мотивируют тем, что они вывозят в город, зажигают. Хотя по факту большинство вот так вот выбрасывают мусор, где хотят. В селе четыре с половиной тысячи дворов. И, по словам Акима, за вывоз отходов платит только треть населения. Вероника Боярова, Нургалима Мурбаев, Хабар, 24. Ближайшие четыре года в Туркестанской области возведут девять спорткомплексов. Шесть из них построят в областном центре. Остальные – в Кентауском и Шардаринском районах. Об этих планах накануне журналистам рассказал руководитель профильного управления. Уже в следующем году в Туркестане начнется строительство спортивной школы-интерната колледжа для одаренных детей имени Бегзата Сатарханова. Также в областном центре появится школа высшего спортивного мастерства и областной врачебно-физкультурный диспансер. Еще для детей и подростков построят школу Олимпийского резерва, международный теннисный центр на 320 посадочных мест. В городе Кентау планируют воздвигнуть спорткомплекс зимних видов спорта и центральный ипподром. На Шардаринском водохранилище местные власти намерены организовать базы для занятия парусным спортом, академической греблей и на байдарках и каное. Сейчас в Туркестане строится стадион на 7 тысяч мест. В сентябре мы планируем сдать его в эксплуатацию. Также строится бассейн на тысячу мест. Кроме этого, из городского бюджета выделено 515 миллионов тенге на строительство малых спортивных объектов. Это мини-футбольные поля и теннисные площадки. До конца года эта работа завершится. К этому часу у нас все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok